Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели после выходных. Очень надеюсь, что вы провели их замечательно, собрались с духом и сохранили позитивное настроение, потому что оно необходимо в преддверии очень важных событий, которые на финансовых рынках грядут как минимум. Мы, друзья, должны сохранять хладнокровие, настраиваясь на интенсивные движения, готовиться к ним, просто обязаны. И, безусловно, будем рассчитывать на то, что на этой неделе движения финансовых инструментов будут совпадать с трендами, которые сложились еще некоторое время назад. Это тренды слабости такой тотальной рисковых инструментов. Ну, за редким, за случайным исключением отдельных торговых сессий, я их в расчет не беру, мы видим то, что в целом позиционно основные рисковые инструменты рынка Форекс очень продают активно. И, в частности, это связано не только даже с новостным фундаментом национального характера, связано это давление еще и с ростом доллара, в частности, американская валюта. Даже эту неделю снова открывает на коне. В связи с этим я сохраняю тоже, как и раньше, длинные позиции по преимущественно доллару и японской иене. Мы традиционно доллар с вами отыгрываем в динамике этой валютной пары. Надеюсь, друзья, также, что вы держите аналогичные позиции в списке тех, собственно, торговых идей, которые отрабатываются лично в вами на финансовых рынках. Я буду, собственно, как и всегда, снабжать вас новостным фоном, интересными, собственно, событиями, которые на рынке происходят, добавляя свой субъективный, собственно, анализ. Начнем мы, как и всегда, с такой оценки и крупных мазков в плане анализа новостного календаря всей недели. Сегодня, кстати, друзья, в 16.30 состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз разберем основные события, инфоповоды минувшей недели. Посмотрим, как они повлияли и повлияли ли на долгосрочные ориентиры по ключевым валютным парам. И также пробежимся по событиям текущей недели. В целом, я считаю, что мы должны сейчас, изначально уже со старта новой недели, копить силы, которые нам очень понадобятся на рынках, вот начиная со среды, потому что в среду Банк Англии опубликует процентную ставку. Это раз в четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Разумеется, также будут пересматривать основные параметры денежно-кредитной политики. И в пятницу нас ждет довольно интересный блок макроэкономических отчетов по штатам, потому что в этот день выйдут релизы по годовому росту и индексу расходов на личное потребление. Еще раз напоминаю, друзья, сейчас такие релизы, значимые как экономический рост, индекс расходов на личное потребление, имеют для трейдеров и спекулянтов большое значение, потому что каждый отчет такого уровня, такого масштаба, это своего рода еще один сигнал в пользу определенного сценария действий Федрезерва под зануды 2018 года. Мы говорим с вами об ожиданиях по росту процентных ставок. Если вспомнить все, что было с долларом в плане статистики в последние недели, мы особо не видели каких-то супер негативных сюрпризов. Но вот, пожалуй, немножко не дотянули до прогноза и до наших ожиданий темпы увеличения роничных продаж. Но все равно рост был зафиксирован, и я все-таки считаю, друзья, что мы сейчас не должны видеть в этом негатив, потому что, возможно, речь идет о каких-то случайных сезонных факторах. Все-таки основные индикаторы, демонстрирующие, характеризующие состояние американской экономики, они не подводят на протяжении многих месяцев. Поэтому мы верим в то, что американский регулятор продолжит повышать процентные ставки. Да и сам Федрезерв в ходе даже последних протоколов через них дал нам очевидный, на мой взгляд, сигнал и намек, подтвердившие намерение, собственно, американского регулятора все-таки продолжить двигаться по пути и по траектории высоких процентных ставок, что предполагает еще одно повышение ставки. Все те, кто спекулирует сейчас с долларом, в большинстве своем верят в то, что американская валюта продолжит свое восстановительное движение. Я в это тоже верю, и те из вас, кто спекулирует американцам, я надеюсь, друзья, тоже прекрасно понимают, чем это восходящее движение может быть связано и чем его можно сейчас объяснить. Ну а теперь давайте пробежимся по основным инструментам, торговым идеям. Начнем с нефтянки. Закрыли мы пятницу всю неделю в районе 80 долларов за баррель. Сейчас, в принципе, и находимся рядом с этими значениями. Не хочется сейчас детально останавливаться на нефтянке, потому что вот за пятницу и за выходные ничего существенного не произошло. В целом новостной фон не изменился. Я продолжаю, друзья, ставить на то, что рынок ранее переоценил нехватку предложения со стороны Ирана и последние доклады от ОПЕК по росту производства в ряде стран ближневосточного картеля и, скажем так, по росту производства в странах ОПЕК+, потому что нельзя обходить стороной и российскую экономику, которая также наращивает темпы по нефтедобыче. Мы с вами пришли к выводу еще больше двух недель назад о том, что рост производства в странах ОПЕК+, превзошел недопоставки со стороны Ирана. И так будет и дальше. Собственно, когда вступят в силу американские санкции против иранского нефтяного сектора, окончательно, 4 ноября, уж совсем скоро, ничего не изменится. На рынок, да, может быть, и будет возвращаться идея того, что без Ирана возникнет прецедент какого-то дефицита предложений, но в то же время мы будем закидывать вот этот позитивный, вроде бы как, новостной фон для нефтянки, негативный уже поддержка для того, чтобы мы смогли заработать на коротких позициях, потому что негативный фон, который компенсирует, собственно, потенциальный рост нефтянки, это высокие темпы роста нефтедобычи. Вот последний отчет, даже Бейкер Хьюз снова обратил наше внимание на то, что мы должны говорить параллельно еще и про штаты, про то, сколько нефти добывается, и сколько по планам есть еще в прогнозах по росту добычи сланцевых терминалов по числу растут, 873 штук уже с 869, плюс 4 платформы за неделю. Запасы, друзья, растут уже четвертую неделю подряд, я уверен, что из-за низких коэффициентов загрузки производственных мощностей в эту среду мы получим еще одну неделю, и отчет станет кульминацией уже прошлой недели, потому что запасы снова выросли, пятую неделю подряд уже будем работать с этой статистикой, и сейчас рынок обращает на это все больше и больше внимания. Соответственно, фактором поддержки дипломатический скандал, я думаю, вы следите за новостями, знаете, что на финансовых площадках еще обсуждают, собственно, эту тему, связанную с исчезновением американского журналиста, собственно, уже нашли все концы, идет конкретное расследование. Ну, опять же, обвинение Трампа, я считаю, что Трамп в данном случае больше лает, нежели чем кусает, потому что не забывайте про контракты на поставку вооружения, собственно, в Саудовскую Аравию, стоимость около 150 миллиардов долларов, конечно же, Трампа, скорее всего, не будет сейчас в портах отношений с Саудовской Аравией. Я говорил о том, что в целом дипломатический скандал, он был интересен, как вот новости, которые появились в моменте на прошлой неделе, пытались покупать еще на этой новости подрасти, собственно, укрепить позиции нефтянки, но я допускал сценарий, более вероятный, что, скорее всего, до какого-то, ну, какой-то серьезной эскалации и конкретных действий со стороны США против Саудовской Аравии, и в обратном случае со стороны Саудовской Аравии против США, конечно же, не будет. Этот скандал очень быстро сойдет с первого полоса СМИ, друзья, и его не будут обсуждать. Все это останется в прошлом, и мы вернемся, опять же, к старому доброму фундаменту, на котором мы давно уже нашли базу для наших коротких позиций, потому что видим, что сейчас все стали все-таки менять свою позицию, признавая тот факт, что на рынке грядет не состояние нехватки предложения, а, может быть, даже перепроизводство, с учетом того, что мы уже, собственно, получили сигналы, тоже на основании отчета в прошлую пятницу, что очень серьезное замедление продемонстрировал Китай, ключевой импортер нефти, и считается, что вот с текущих показателей экономического роста в 6,5% пойдет дальнейший обвал, и в следующем году мы будем говорить уже о цифрах в районе 6%, на фоне торгового конфликта США это более чем реально. Поэтому, друзья, сделка по нефти, которой давайте придерживаться пока что, сейчас вот на ближайшие дни, если что-то изменится, внесем коррективы. Ну, я вижу очень хороший уровень для продаж, целостоп с отметкой 79.70. Рубль 65.50, так же, как и раньше, ожидаем слабости рубля, и зависит от слабости того, насколько интенсивно будет слабеть нефти дальше. Европейская валюта против доллара, 1.15 текущей котировки. Я надеюсь, вы понимаете, что нужно сохранять приезжие короткие позиции. Причин для слабости евро очень много, это и статистика. Очень важно сейчас вспомнить последний отчет по инфляции, который доказал тот факт, что индекс потребительских цен базовый индикатор. Не то, чтобы не смог предпринять попытку пробраться выше 1%, он не смог даже удержать высоту на этом уровне и снизиться ниже 1,9%. Это явный сигнал того, чтобы монетарная власть лично Драги подняла вопрос еще раз и попробовала донести для общественности идею того, что с учетом явно изменившейся экономической картины, появившейся глобальных рисков, чреватых для экономики Европейского Союза, такими же потерями, собственно, так же, как и для других регионов, на фоне этих рисков нужно придержать лошадей и больше не травить байки о целесообразности выхода из программы количественного смягчения и последующего повышения процентной ставки. Раньше мы с вами рассуждали об этом чисто гипотетически, пытались предположить, будет ли Европейский Центральный Банк все-таки вносить коррективы в монетарную политику. В этот четверг у нас есть возможность уже поработать с конкретикой, потому что в этот четверг нас ждет, помимо того, что будут пересматриваться ставки, конечно же, они останутся без изменений. Но мы ждем пресс-конференцию Драги и ждем ответы на вот эти самые мучащие всех спекулянтов вопросы по поводу того, что будет с монетарной политикой дальше. На эти вопросы Драги придется отвечать. Поэтому, исходя из ожидания продолжения меркой экономической политики, исходя из слабых отчетов, я, как и раньше, ставлю на слабость европейской валюты. И отдельная тематика, негативный, может быть, даже по последовательности, это как бы второй фон, который я сейчас озвучиваю, но по значимости он может оказаться первым. Этот фон касается вопросов Брекзита и Италии. То есть, что, собственно, по Брекзиту все в подвешенном состоянии, что по Италии тучи сгущаются. Потому что в конце прошлой недели, я надеюсь, вы знаете, Европейский Союз отправил письмо, собственно, Италии, где обозначил позицию того, что Италия наглейшим, беспоцеднейшим образом нарушает жесткие устоявшиеся правила Европейского Союза. В связи с этим, друзья, я делаю вывод о том, что время, которое сейчас выделено и должно потребоваться Европейскому Союзу, чтобы согласовать существенно превосходящие нормативы дефицит бюджета Италии, это время, которое будет использовано лишь для того, чтобы нагнетать обстановку на финансовых рынках. В конце концов, вот сегодня-завтра мы реально, друзья, можем услышать о том, что Европейский Союз отклоняет проект бюджета Италии. Это более чем реально. Как это отразится на евро? Ну, согласитесь, вряд ли европейская валюта на этом сможет вырасти. Поэтому еще один негативный фактор, который вы должны иметь в виду, если торгуете европейской валютой, уж тем более, если продолжаете покупать. В общем, событие это очень важное. Это новость, которая в моменте придет на рынок. И эта новость может стать причиной резкого движения отклика европейской валюты. То есть нужно будет сразу же среагировать на это. Если вы продолжаете покупать евро, очень прошу вас, поставьте короткие стопы, потому что, опять же, это позволит, в случае чего, минимизировать потери. Фунт против доллара 1.3066. Признаюсь, друзья, после того, что в Англии в минувшие выходные состоялся митинг десятилетия, где основной вопрос касался того, что Тереза Мэй пора в отставку и, возможно, своеобразно провести новый рекомендатор. Сегодня я ожидал очень интересного открытия по британству. Ну, как минимум, он остался на серьезный ГЭП вниз, разумеется. Но, к моему удивлению, я думаю, что к удивлению многих из вас, ничего подобного не было. Рынок открылся довольно вялый, такие же вялые торги и сейчас. Не знаю, с чем это связано. Но уверен то, что британская валюта находится в том состоянии, когда уже для всех очевидно. Понятно, что это самый настоящий пороховой заряд, который сработает сейчас. И я думаю, что этот пороховой заряд взорвет уверенность покупателей и все-таки обвалит курса фунта, потому что то, что обсуждается сейчас, может привести только к такой реакции. Мы не раз понимали вопрос о вотуме, недоверии к Терезе Мэй. Точнее, допускали, что это может произойти. Уж очень не поддерживают ее даже однопартийцы. Сейчас практически нескольких голосов сегодняшний не хватает, чтобы дело пошло по развитию в рамках такого сценария. Что касается повторного набрегиста, будет он или не будет, я не знаю. Но даже если будет, я полагаю, что ситуация вряд ли изменится. И, скорее всего, как и раньше, большинство проголосуют за автономию Англии. Хотя, может быть, на рынке сейчас пытаются донести другую позицию о том, что те, кто раньше голосовал за выход Англии из состава Европейского Союза, не понимали и не осознавали всех рисков, с которыми столкнется экономика Англии. Но в то же время, те, кто проголосовал за выход из состава Европейского Союза, все-таки рассчитывали на более успешную кампанию премьер-министра, которая сможет согласовать сохранение доступа к единому европейскому рынку после того, как Англия пойдет по своему независимому пути развития. Тереза Мэй с этой задачей пока не справилась. Но это не значит, что с ней невозможно справиться. И это не значит, что с этой задачей не сможет справиться кто-нибудь другой. Поэтому мы будем говорить с вами, обсуждать вот эту политическую неопределенность как минимум еще долгое время. А если сейчас еще и согласуют продление переходного периода, тогда этот, скажем, сезон английской политической неопределенности затянется еще месяца на два, на три. И в этом я тоже вижу негатив, друзья. Поэтому рекомендую придерживаться только одной тактики по британцу. Это тактика, которая предполагает снижение этого инструмента. Австралийцы против доллара. Напомню, дали мы шанс еще раз. Австралийцу снизились мы, да, с максимума в неделю прошлой. Сейчас поддержка 0,71. Вот прям маячит в наших терминалах. Я предлагаю использовать крайне слабую статистику по Китаю. Собственно, темп экономического роста, как вы знаете, оказалось минимальный за последние 10 лет, с 2009 года. И что еще важно, объем капитальных инвестиций составил около 5%. Это минимальное значение за последние 20 лет. Сразу же делаем выводы о том, что торговая война с Соединенными Штатами Америки действительно уже стала приводить к росту издержек производства и снижает рентабельность китайского бизнеса. Снижаются потенциалы экспортных возможностей. И предприниматели, которые раньше все-таки делали ставку на собственное обогащение за счет возможностей Китая, сейчас понимают, что уже вот эти ясные перспективы не такие уж и ясные. Поэтому инвестиции, друзья, падают. Это приведет к еще большей просадке экспорта. В конце концов, на фоне падения инвестиций будет сжиматься производство, увеличиваться безработица. Но это такой супер негативный сценарий. Я пока не хотел бы дальше уходить в его плоскость. Но думаю, что риск уже на поверхности он и очевиден. Соответственно, Китай это регион основной, я бы позволил себе сделать такое заявление, в мировой экономике, поскольку Китай определяет спрос буквально на все сырье и фактически является индикатором благополучия для многих регионов. Ну, для Австралии точно. Поэтому после таких данных я не могу позволить себе купить австралийца и не могу позволить себе вот сейчас профукать такую возможность по распродажам австралийца, которая может принести очень хороший профит вот уже в ближайшее время. Поддержка 0,70, вот, наверное, на этом уровне я более-менее успокоюсь. По Назеландцу напротив, мы, друзья, подрастаем. 0,66, 0,5 хай, это закрытие прошлой недели, 0,65, 88 сейчас. Если вас устраивает текущий профит, можете его пофиксить, но я бы не советовал этого делать, потому что, уверен, мы доберемся до планки 0,67. Очень скоро следующее заседание Зердного банка Новой Зеландии, который после последних сильных данных по инфляции, скорее всего, будет более оптимистичен по дальнейшим перспективам и по решениям, которые связаны с ростом процентных ставок. Доллар и иена уже я отметил, 112,57, то есть продолжаем расти, американцы покупаем, причин много, это и протоколы крайне жесткие, и ожидание сильных отчетов, которые будут опубликованы в предстоящую пятницу. Еще хотел сказать про доллар канадец, потому что в пятницу канадская валюта разочаровала, я думаю, друзья, не только нас. Мы старались оценить все возможные риски, найти возможности для роста индикатора. Они действительно были, рост отчета по инфляции, но в итоге данные по инфляции оказались крайне расчаровывающими. Я даже не знаю, с чем может быть связана такая динамика. Обычный индекс потребительских цен – это довольно консервативный показатель. Если есть рост символичный, если есть снижение символичное, там 0,3% – это максимум. Ну, спад инфляции с 2,8% до 2,2%, не знаю, надо копнуть глубже, посмотреть компоненты, которые к этому привели. Ну, очень серьезный спад, база инфляции тоже снизилась с 1,7% до 1,5%. Может быть, речь идет о каких-то сезонных факторах и случайностях, скажем, статистической, которая не изменит тот тренд, устоявшийся, растущий по инфляции, который сложился у нас некоторое время назад. Соответственно, последняя надежда для нас, для покупателей доллара, собственно, это предстоящее заседание Банка Канады. Оно состоится в эту среду. Не нужно недооценивать решительности Банка Канады. Я уверяю вас, что канадицы – это, пожалуй, один из, точнее, Канада – это одна из развитых стран, которая также активно и агрессивно может ужесточать монетарную политику, что и Федрезерв. Поэтому считаю, что в эту среду Банк Канады 5 раз с 2017 года поднимет процентную доставку. И при таком сценарии, конечно же, все, что удалось сейчас выиграть доллару против канадца, все это будет нейтрализовано, компенсировано резким ростом уже канадской валюты. Поэтому я предлагаю тем, кто привык, собственно, рисковать в связи с таким четким пониманием либо желанием увидеть определенный исход значимого события, не списывать сейчас со счетов канадца, не разворачиваться и дать все-таки последний шанс нас, как спекулянтов за очень долгое время, вознаградить такими ожиданиями, дать шанс, что в эту среду поднимут процентную доставку, и на основании этого пара доллар-канадца улетит гораздо ниже отметки 1.30, потому что только на инфляции, собственно, рост оставил около 100 пунктов. Я допускаю, что по факту решения о росте процентных ставок вы понимаете, что после инфляции это решение, в которое верят немногие, то есть это неоднозначное, собственно, событие, которое может пойти по такому сценарию. Я все-таки предлагаю поверить, и поскольку такой фон недооценивается, разумеется, и реакция может произойти ожиданий нас, оптимистов, продающих канадца, а с лихвой, думаю, что по факту решения процентной ставки, если она будет поднята, мы сможем увидеть движение пары доллар-канадец примерно в диапазоне 200 пунктов. Ждем эту среду, в этот раз нам не нужно ждать пятницу в 17.00. В среду очень скоро, скажем так, состоится это событие, я надеюсь, что мы сможем на нем с вами, друзья. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели, прибыльных, профильных сделок. Соответственно, увидимся мы с вами сегодня в 16.30 по Москве на вебинаре «Правильный понедельник», ну, либо у тех, у кого не будет возможности сегодня присутствовать в прямом эфире вместе со мной, тогда жду вас завтра в 9.30 по Москве. Также на нашем ежедневном брифинге тоже в прямом эфире через приложение «Перескоп». На этом все. Всего доброго. До свидания.